Здравствуйте! Вы смотрите программу ПРО. В ней мы знакомимся с новинками на потребительском рынке, а также советуемся с ведущими экспертами нашего города и области. И сегодня программу ПРО проведут Михаил Кириллов, Саша Загороднюк и Яна Соловьева. Смотрите в программе «Съедобно» – про качественный выбор продуктов питания. «Хлебосольно» – про домашнюю выпечку из муки грубого помола. «Шоколадно» – про сладости благородного вкуса. Мне кажется, нужно брать розовый. Да. А мне красный нравится. Миш, какой твой любимый цвет? Молочный, как шоколад. Вообще не помог. Мы тут вообще не осматривали цвет. А о чем вообще речь? Про купальник. Купальник. Мне нравится раздельный. А какая разница, какого он цвета? Ну как, это очень важно. Ну, чтобы подчеркивал, там, не знаю, цвет кожи, глаз. Или просто нравился. Ну, про варианты выбора, правда, между продуктов и питанием. Наш следующий сюжет. Все мы ходим по магазинам и умеем выбирать такие продукты, как молоко, кефир, фрукты или овощи. Да, Саша, это правильно. Но есть продукты, о критериях выбора которых мало кто говорит. А я считаю, что нам нужно в этом разобраться. Ну, кальмара, конечно, мы выбирать не будем. А вот как выбирать некоторые продукты, нам нужно понять. Для этого я отправлюсь к экспертам, а ты? А я пойду в обычный продуктовый магазин, буду выбирать сама и еще спрошу мнение наших горожан о том, как бы они выбрали тот или иной продукт. Пока Яна в поисках экспертов направилась на продуктовую выставку, я решила выяснить у горожан, как они выбирают, иногда вредную для организма, но все же многими любимую колбасу. У вас есть какой-нибудь секрет, как выбрать варенокопченую колбасу? Если по ГОСТу, то беру, если не по ГОСТу, то не беру. А какую колбасу предпочитаете? Докторскую. Варенокопченую. Ну, по внешним признакам, чтобы она не ярко-красная, самое главное было. Без добавок, без красителей. То есть, если ярко-красное мясо, которого априори не бывает, да, в колбасах же не бывает ярко-красной, ну, однозначно, значит, там что-то добавлено. Что касается цвета. Действительно, у хорошей колбасы не должно быть активного розового или красного оттенка. Ведь в процессе тепловой обработки основной ингредиент меняет свой красноватый оттенок сырого мяса на более спокойный, серый. Если деликатес мягкий, желеобразный, это говорит о том, что часть мяса в нем могли заменить соей, каррагинаном или любым другим загустителем. Чем плотнее колбаса, тем больше в ней мяса. А теперь про соотношение цены и качества. Не может быть гостовского продукта категории А за 200 рублей. Ну, вот если мы соотношение сделаем, килограмм свинины – 250 рублей. Килограмм говядины – ну, 350 рублей. Даже если я уберу какие-то наценки и переведу, ну, сделаем перерасчет мяса по оптовым ценам, да, у нас не может на выходе с вами получиться продукт за 200 рублей. Опросив людей на улице, отправляюсь в магазин, где покажу, как я выбираю продукты. Я планировала взять соленые грузди, но нашла только маринок. Обязательно должна быть крышка не вздутая, а ровная и красивая. Здесь она хорошая. Состав грузди, вода, лук, сахар. Ну, то есть нормальный абсолютно состав и есть специи. Я бы взяла, потому что упаковка нормальная, ровная и крышка не вздутая. Для меня это нормально. Перед приготовлением грибы подвергаются серьезной обработке из-за горького вкуса и содержащихся в них токсинов. Поэтому и покупать их лучше, полагаясь не только на упаковку, но и на проверенного производителя. Кстати, Саша, я нашла именно соленые грузди. Качественную засолку и некачественную ее можно определить. Потому что продукт, в первую очередь, мы видим по цвету он отличается, по запаху. Вот здесь есть зеленый цвет, это нормально? Вот, то, что зеленый цвет чеснока, он не должен пугать, смущать. Потому что в грибах выделяется собственная кислота, чеснок может позеленеть. Вот, соответственно. Плюс еще иногда людей смущает то, что грусть, говорят, что рассол мутноватый. А когда гриб постоит, как бы для груздя, это естественный процесс. Главное, при вскрытии не должно быть посторонних запахов. Запах должен быть ароматным, ну, немножко кисловатым, но в хорошем смысле этого слова. У настоящего груздя. Хм, принято. Теперь буду знать, как выбирать грузди. Вижу адыгейский сыр. Очень полезный продукт из-за большого содержания витаминов и минералов. Светлый. Что хорошо. Желтого нет, ничего. Срок годности 33 дня. ГОСТ есть. Ну, ГОСТ доверяем. А вот что говорят специалисты о том, как выбирать адыгейский сыр. То есть сыр, на нем не должно быть никаких желтых ярких катин. Это плохое очень качество. Например, сыр должен быть плотный. Плотный? Он плотный. На нем должен быть, вот здесь немножко, видно, конденсат где-то, вот здесь. Вот, конденсат от сыра. Да. Вот, видно. Это хорошее качество. То есть сыр, он выдержал свою норму хранения на заводе. Всю кисломолочку лучше выбирать по арганолептическим показателям. По запаху, цвету и консистенции. Эти продукты не должны сильно кислить или горчить. Вкус должен быть сбалансирован, консистенция равномерная, цвет однородный. Знаешь, все-таки специалисты, они и в Африке специалисты. И к авторитетному мнению нам стоит прислушиваться иногда. Мне кажется, что к мнению простых горожан тоже можно прислушиваться, потому что они знают маленькие секретики, которые можно воспользоваться. Кстати, о секретиках. Есть один маленький нюанс, которого, возможно, ты не знаешь, а я о нем не говорила. Всегда нюхайте продукты для того, чтобы понять, свежие они или нет. Надо взять на заметку. Конечно, все продукты мы не могли рассмотреть. К сожалению, просто не хватит сюжета. Например, о том, как выбрать адыгейский сыр, я просто не знала. Хотя я покупаю его каждый день. А почему вы не рассмотрели критерии выбора хлеба? Сейчас пекарни растут просто как грибы после грозы. Да? Да. Вот булка хлеба, приготовленная по одному и тому же рецепту, может быть, вообще отличаться по вкусу. Вот как выбрать правильный хлеб? Это очень хорошая тема. Тем более, нам есть что рассказать. Правда, не про покупку правильного хлеба, а про его полезные ингредиенты. Мука – единственный продукт, который употребляют люди всех рас, культур и религии. Без нее невозможно представить и само существование человечества. А самая распространенная мука на сегодня – пшеничная. При производстве муки, мука делится по сортам. Самая мелкая, самая высокого качества считается высший сорт. Он отбирается отдельно, далее идет первый сорт, второй сорт. Цельнозерновая включает в себя все, и высший сорт, и первый, и второй. То есть не делится по сортам. Самая доступная во всех сетях, во всех магазинах, рынках представлена вышка. Мы привыкли к ней. С ней удобно работать. Изделия из обычной муки высшего сорта всегда пышные, поднимаются, красивые. Но у этого вида муки есть существенный недостаток. К сожалению, в процессе обработки самая ценная часть зерна попадает в отходы и остается в основном крахмал и калории, из которых и состоит востребованная многими белая мука высшего сорта. А между тем, зерно пшеницы – уникальный по своему составу продукт. Оно содержит множество витаминов, минералов, макро- и микроэлементов, необходимых человеку. И большинство их сохраняется в муке грубого помола. В цельнозерновой содержание полезной клетчатки превышает в разы практически в высшем сорте. Ее либо мало, либо совсем нет. А клетчатка – это один из немаловажных микроэлементов для жизнедеятельности человека, организма и так далее. Исторически сложилось так, что человеческий организм настолько адаптировался к составу зерна, что оно для нас стало не только пищей, но и своего рода лекарством. Если говорить немножко о старых временах, может быть, сто лет назад, для человека было естественно питаться черным хлебом, с отрубями, ржаной и так далее. То есть то, что сейчас идет по системе диетического питания, рекомендовано диетологам, врачам и так далее. Еще один вид полезной муки – цельносмолотая. Она еще более полезна для человека. В чем отличие от цельнозерновой? В том, что при производстве цельносмолотой муки нет отрубей. Принцип работы. Под высоким давлением мы подаем воздух. Вместе с воздухом идет зерно. И не перетирается, как в традиционных мельницах на жерновах, а разбивается о десятке штырей таких пальцев из нержавеющей стали в мельчайшие частицы. И получается полностью зерно, не отделяя ничего, как оно есть. И цельносмолотая, и цельнозерновая мука широко применяются в производстве. Из них изготавливают макаронные, кулинарные, хлебобулочные изделия. И, заметим, не только в специализированных цехах, но и в домашних условиях. Ну что, доченька, что сегодня будем делать? Хлеб. А для кого мы будем делать хлеб? Добавь до игровой. Здорово. С солью руками. Отлично. Сегодня мы будем печь хлеб из цельнозерновой муки на бездрожжевой закваске. Я выбрала этот вариант муки цельнозерновой, потому что считаю его максимально полезным. Итак, с чего мы начинаем? Вчера вечером я поставила опару. Это бездрожжевая закваска и цельная ржаная мука и вода. Она стоялась всю ночь, она созрела, она стала пузыристая. Пузыри, замешай закваску. Угу, замечательно. Теперь мы будем добавлять сюда водичку. Можно добавить просто воду. У меня сегодня вода с медом. Теперь мы будем добавлять муку. Давай, я тебе помогу. Тяжело? Ну, спасибо тебе за помощь. Беги, поиграй. Наше тесто практически готово. Следующий этап – это замес его на столе. Так как мука грубого помола, она сохраняет природные растительные масла. И чтобы они не прогоркли и не повлияли на вкус готового изделия, муку рекомендовано хранить в герметичной емкости. А некоторые специалисты советуют это делать в морозильной камере, так как замораживание останавливает окисление масел присутствующих в продукте. Тесто достаточно мягкое, но в то же время оно неплохо держит форму. Оно не прилипает к рукам, когда оно в муке. Теперь мы можем выложить его в нашу промасленную форму. И еще один очень важный момент – бездрожжевой хлеб нужно умывать. Наш хлебушек уже готов. Теперь он должен постоять, отдохнуть и настояться 2,5-3 часа. Ну вот, наш хлебушек замечательно подошел. Он увеличился в объеме больше, чем в 2 раза. Теперь мы можем его выпекать. Будет вкусно. Да, хороший хлебушек получился. Как вкусно замесилось. Ну что, Василиса, замечательный хлеб получился. Пробуем? Да. Ну что, пробуем? Ага. Корочку? Ага. Вкусно? Ага. Ну здорово, мы с тобой молодцы. Справились. Много витаминов и микроэлементов. Это что получается? Можно только один хлеб, что ли, есть? А я так и делаю. И посмотри на мою роскошную фигуру. Очень хорошая. Не пошло. Саша. Нет, я не ем хлеб. Я за фигуры. А я за твоей фигурой. И за Яниной фигурой. Слежу тоже. И могу сказать точно, что от одного кусочка полезного хлеба в день ничего не будет. Главное, не есть по две булки в час. Это точно, Миш. Кстати, еще об одном полезном продукте, фальсификат которого, к сожалению, мы часто можем встретить на прилавках наших магазинов, расскажет Василина Катаева. Мы привыкли пить чай с чем-то сладким. С вафлями, печеньем, шоколадом. А часто ли мы задумываемся, какого качества шоколад мы едим? Это чудесное лакомство нам подарил Колумб, который привез рецепт приготовления шоколада из Латинской Америки. Шоколад – хороший продукт, который действительно содержит массу полезных компонентов. У шоколада одна проблема – в потреблении его количества. То есть шоколад – это действительно продукт высококалорийный. То есть калорийность в среднем шоколада около плюс-минус 50 килокалорий, в среднем 500 килокалорий на 100 грамм. В общем, в умеренном количестве всеми любимое лакомство является очень питательным и полезным продуктом. Может употребляться как в жидком, так и в твердом виде. Шоколад растет на дереве, вот в таких какао-плодах. Достают вот такие какао-бобы, раскладывают между банановыми листьями и сушат. Дальше отправляют какао-бобы на обжарку. Обжаривая их, легко отделяется шелуха и получается уже какао-зерна. Я всю жизнь мечтала быть кондитером и производить шоколад. Можно я что-нибудь попробую сделать? Ну, давайте попробуем. Идеальным местом для выращивания какао-деревьев считаются районы в странах с сопокваториальным климатом. Латинская Америка, Африка, Австралия и некоторые страны Азии. А вы не боитесь мне это доверять? Не боюсь. Производство. Так, значит, я нажимаю на педаль. Так. 95% всех плантаций какао – это деревья одного сорта, плоды которого почти без вкуса и запаха, что компенсируется обжаркой, добавлением сахара и ванили. То есть получится плитка с сукатами и орешками, да? Да, здесь фундук, апельсиновые корки и ананас. Так, и отправляем при 17 градусах кристаллизоваться, чтобы он застыл. Сколько по времени он должен кристаллизоваться? Ну, данная плитка быстро. Она сейчас застынет минут 10-15. 5% плантаций занимают деревья ароматических сортов. Их бабы меняют вкус и запах в зависимости от места произрастания. Поэтому ничего не должно помешать ему проявиться. Стоимость шоколада из плодов этих деревьев, конечно, выше. Впрочем, как и качественный шоколад из распространенного сорта какао. Изначальное сырье, оно дорогое. Во-первых, это очень сложный процесс. Это надо правильно его обжарить, какао-зерно. Добавить в нужном количестве нужные ингредиенты. И получается достаточно дорого. То, что мы видим в магазине масс-маркет, это, как правило, не сам шоколад, да, а это глазурь. То есть там, как правило, нет какао-масла, либо его очень мало. Его заменяют на растительные пальмовые жиры. В шоколаде в настоящем должно быть что? Какао-масло обязательно. Может быть сахар, да, в зависимости от процентовки шоколада. И экстракт ванили. Дорогостоящее качественное сырье и процесс приготовления приводят к тому, что за 100 грамм настоящего шоколада придется заплатить не менее 200 рублей. Позволить такое лакомство покупать часто могут немногие. Поэтому неудивительно, что у некоторых производителей возникает желание удешевить продукт, сэкономив на сырье и частично заменив его ингредиенты. Не всегда это указывая на этикетке. Как можно определить качество шоколада простому покупателю? Вообще шоколад, когда мы его разламываем, он должен хрустеть. Он не должен разламываться и тянуться, как пластилин. Вот то, что мы иногда можем покупать шоколадную плитку или шоколадные конфеты, и на них мы видим, вот особенно здесь хорошо видно, вот такие участки беленького. Да. Это не пропалший продукт. А я думала раньше, что это пропал. Нет, это наоборот хорошо, это выделяется какао-масло. Значит, в этом продукте есть какао-масло. Кроме того, правильный шоколад хранится не больше полугода. Соответственно, указания региона и срока годности на этикетке – главная информация о лакомстве. Все, у нас шоколад готов. Ух ты! Теперь самое приятное надо вытащить из формы. О, я с орехом специально выбрала. Так. Ммм, как вкусно. Весье. Мое. Никому не отдам. В общем, при выборе шоколада стоит обратить внимание. Первое. На состав в начале списка обязательно наличие какао и желательно наименьшее количество второстепенных ингредиентов. На срок годности он должен быть не более шести месяцев. И на сторону произрастания сырья. Надо же, какая у нас сегодня полезная программа получилась. Мы узнали, как выбрать правильный шоколад, сыр и другие продукты. Прям вкладить знаний получился. А еще больше интересных и необычных фактов и новостей с потребительского рынка вы увидите в наших следующих выпусках. Смотрите нас каждый четверг после вечернего выпуска новостей по выходным в утренние часы и на нашем сайте nsk49.ru. С вами были Михаил Кириллов, Яна Соловьева и Александр Загороднюк. Пока! Субтитры подогнал «Симон»